добрый день вас приветствует церковь меня зовут виктор марков сегодня мы поговорим о российском фондовом рынке ну во первых надо сказать что на на днях вчера фондовый рынок закрыл мартовский гэп ожидаемое движение было по рынку и это связано было в том числе с удачной поездкой в китай российского президента владимира путина в китае было заключено очень много сделок в том числе сделка по газпрома давно ожидаемое и на этом фоне российский рынок как я уже сказал закрыл мартовский гэп но теперь конечно ожидать дальнейшего движения рынка не стоит поскольку должна наступить коррекция сколько она продлится мне кажется это будет несколько дней после коррекции уже можно будет говорить о дальнейшем движении российского рынка но в целом надо сказать что рынок обозначил движение и если говорить на период до конца текущего года то я думаю мы будем выше текущих уровней и учитывая то что российский рынок существенно недооценен и то что российская экономика получит поддержку со стороны китая китайцы будут инвестировать российскую экономику и это будет в том числе оказывать поддержку российского рынка но если говорить об и имитентах то я бы выделил здесь в первую очередь компании которые во первых плачет платят хорошие дивиденды и перспективная компания у которой есть потенциал для дальнейшего роста но если говорить про дивидендной компании то я бы выделил здесь сургут нефтегаз мтс газпром мегафон а если говорить о компаниях у которой я ожидаю существенный хороший потенциал роста бизнеса в текущем году то есть здесь я выделил ритейлеров это магнит дикси поскольку по итогам четырех месяцев которые была были опубликованы магнитом и дикси видно что ритейлеры развиваются очень успешно в текущем году бизнес будет расти не хуже чем в прошлом и поэтому как магнит так и дикси представляет хорошие инвестиционные возможности то что касается российского рубля то я думаю еще немного он укрепится возможно до уровня где-то там 34 с небольшим но если говорить о периоде до конца текущего года то я думаю все таки рубль будет слабеть поскольку это укладывается в политику центробанка так как слабая рубль дает хорошую возможность российским экспортерам а также помогает российским производителям на этом все спасибо за внимание всем удачи